сексолог но к сожалению тема моего уступления пальмира кто кстати знает что такое пальмира 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 о представляете я когда эту тему получила я вообще не знала что такое пальмира я почему-то представился сразу как красивую женщину и имя красивой женщины такой себе представил ну кстати про женщина скажу попозже так вот пальмира это действительно город который находится находился находился в двухсот сорока километрах от дамаска и это был город оазис это был очень красивый город который был построен из белого мрамора был построен из ракушечника и это было такое такое место куда съезжали купцы и всякие торговцы еще кто-то 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 туда съезжал а сейчас я применю технику которую я обычно использую когда сильно волнусь раз два три четыре глубокий вдох задержка дыхания выдох раз два три 4 глубокий вдох задержка дыхания выдох кажется я могу продолжать дальше так вот этот город был там даже был театр там был красивый амфитеатр и он кстати был построен в центре в отличие от многих других городов где обычно театры строили где-то вдалеке чтобы там всякие шум и гамни устраивать после ну как знаете у нас болельщики такие вот выступать вот кстати про женщину до женщина 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 в этом городе тоже была и это была царица вот она привлекла мое внимание динобии звали по моему вот значит мета царица была а ее особенностью была тем что нам а то что было очень красивая вторых она была еще философом была прекрасным полководцем так вот она взяла власть в этом городе и долго долго и удерживала до тех пор пока она не провозгласила независимость этого самого города пальмиры пальмиры от рима и это конечно не понравилось римским властям и они этот город разбомбили но кстати вот эта самая зенобия она никуда не пропала она второй раз вышла замуж и закончила свои дни прекрасненько у сенатора где-то на вилле недалеко от рима вот это мне понравилось что наши женщины женская половина человечества на нигде не пропадет несмотря на что вот кстати историю я не любила вот поэтому наверное ничего не знала пальмире и когда я стала думать и мечтать о том что вот бы был бы классно посетить сейчас этот город эти руины развалины знать как рим все представили что можно пройтись походить я сожалению узнала о том что этот город был окончательно разбомблен в сирийскую войну и страшные кадры как раз на этом амфитеатре облетели весь мир 25 сирийских бойцов были там казнены и был до смерти вот тут мне конечно стало совсем печально до смерти был запытан главный смотритель этого музея под открытым небом этого шикарного музея пытались узнать где же спрятанные сокровища пальмиры но эту тайну он собой унес могилу остановить пальмиру конечно сейчас не представляется возможным я даже не знаю чего у меня сейчас больше трясет от того что волнуюсь или от того что я просто представляю как люди могут вот так вот поступать с древнейшими памятниками архитектуры если нам когда-нибудь повезет и мы доживем до того времени когда пальмирова становят я обязательно пройдусь по этим по этим улочкам и представлю себе что я это самая диномия которая которая была этой царицей у меня все